Короче, ОК Гуриск, поехали! Всем привет, дорогие друзья! Ну вот, прошел ровно год с новогоднего выпуска, который мы снимали тогда. Видите, все то же самое, та же самая елка, в той же самой куртке, та же самая шапка, тот же самый микрофон, вот. Но только тот выпуск набрал вот столько вот просмотров. Вот, ну а в этот раз надо, давайте хотя бы на один просмотр будет больше. Это проект ОК Гуриск, поехали! Снегурочка немножко замерзла, есть такое ощущение, да, прям? Да нет, нормально, да? Нормально. Ты в домашнем, да, пришла? Ты как проснулась, так, в принципе, и пошла? Ну да. Так же она проснулась, внученька. Она не спит. Оделась. Ага. Не спит. Дед Морозу помогает. Да? А почему вот внучка примерно такого же вот возраста, как и вы? Не сильно вы дедушка прям. Не сильно дедушка? Да, не сильно. Или просто молодитесь? Маложусь, конечно. Спортом занимаете? Не, Мороз помогает. Как вы будете отмечать Новый год? Все Дед Мороза соберутся со Снегурочками и будут отмечать Новый год. Много будет Снегурочек? Много? Много будет Снегурочек. Дед Мороза будет много. Весело, в общем, будет? Весело, да. Слушайте, ну давайте тогда все-таки расскажем. Не просто так же вы ходите. А вот, доченька, расскажи. Да, давай, дочь. Уже доченька, она внученька же была. Ну, доченька, внученька. Женушка. Ну, мы раздаем флайеры. Приглашаем в наше агентство праздников. Можно просто продекламировать, смелее прям не стесняться. Агентство праздников Magic Time. Агентство праздников Magic Time. Приходите, ждем в гости. Да, куда? Прочитай, прочитай, прочитай. Она сама не знает, куда. Я сама не знаю. В общем, приходите. В общем, приходите. Все, давайте последний раз вот так сделаем. И мы на этом закончим интервью. Опа. Скажи, ждите нас в гости. Дай колпах мне, блин, я сейчас все сделаю. Давай, ждите нас в гости. Поехали. Раз, два, три. Ждите нас в гости. Все. Главное, сами сказали, никто не подсказывал. Девчонки, а что делаете? Что делаете? Разогнали, девчонок. Все. Видите, нет новогоднего настроения. Такие веселые вы идете. Почему вы веселые? Все хмурые идут. Потому что мы смотрим вормоко. А что это такое? А, это ютубчик. Это какой-то блогер? Да. А что он делает? Он снимает видео, которые заряжают людей позитивом. Про игры такие, как Portal, GTA. В GTA там же убивают людей, там что-то отбираешь деньги, грабишь. Весело, да. Настраивают на позитив, да, в принципе? Да, вообще. Забавно. Давайте вы станете блогерами. Хватит смотреть других блогеров. Я блогер. Да, он блогер. У меня уже канал есть, только я видео пока не выпускаю. Но у тебя при этом сколько подписчиков? У меня восемь. У тебя восемь подписчиков, при том, что ты еще ни одного выпуска даже не сделал? Нет, здесь четыре видео. Да, я геймер. А ты тут тоже геймер, нет? Нет. Давай самый смешной скетч, расскажи. Короче, я решил пойти в магазин. У меня там бабка дала лавеху. Я пошел, купил шаурму. Отдал, потом кот там просил на улице, я коту отдал шаурму. Извечный вопрос, проблема, как праздновать Новый год? Как и все калининградцы, поедем куда-нибудь за границу в Европу. А прикинь, короче, ты возьмешь лавеху у бабушки, поедешь за границу, там купишь шавуху и к заграничному коту ее спорми. Мне кажется, у тебя просмотров будет больше, как минимум я посмотрю это еще. Ну. Да, круто будет. Ну. Слушай, вот шапку, можешь показать? Просто свою шапку показать, вот чуть наклониться, смотри, что написано здесь. Goodbye, my life, goodbye. А знаешь, кто там изображен? Кеша. Смотрите мультики в Советском? Нет. Ну, я советский фанат, но там типа чебурашки. Советский фанат? Да, советский. То есть ты поедешь отдыхать в Польшу, да? А ты поедешь в Чехословакию, да? Да. Все. Пацаны, спасибо большое за приятное общение. Все, с наступающим Новым годом. Спасибо. Мы лохи. Почему? Чего вы, чего вы? Мы лохи. Почему? Он немножко идиот. Не обращайте внимания. Блин, такой нормальный диалог был, пацаны. Все, ладно, спасибо. Наша встреча была ошибкой. Можно буквально несколько вопросов вам задать? Меня вообще на вас обожают, нас смотрим каждый день. А вот можно друга, пожалуйста, позвать? Друга ради нашего, ради нашего. Да тебя опять давят. Что он делает-то, господи? Он просто хейтер наш. А, да классно? Они вот такие, да, хейтеры. Надоело все, скучно. Про Новый год поговорим. Вообще, как будьте праздновать? Будем играть на столке, танцевать на Xbox и Kinect. Пить? Я вот этого и ждал. Я хотел спросить, так что веселого-то будет? Вообще, что бы ты хотел получить? Подарок на Новый год? Да ничего, вообще, блин. Что тут надо? Да, вот какой-нибудь, хотя бы, что вам надо? Я не знаю, у меня все есть. Вы так вообще общительный человек, вообще, по сути? Не очень. Не очень, да? Не очень, да. Вообще интервью не люблю. Вообще не любите? Не люблю, да. Сейчас из-за тебя меня вырежут, и я никогда себя не увижу в интернете. Жена смотрит, ты сказал? Да, мы вместе смотрим, ржем, особенно, когда по области ездили. Вообще, этот... Если ты любишь наш проект, это нам очень приятно. Давай всем нашим телезрителям, телезрителям, господи, нашим зрителям обратишься, что им ты поздравишь, как на Новом Годе? С Новым Годом, с Новым Праздником, всех благ, чтобы были богаче, умнее и счастливее. И что, продолжали смотреть? Что, продолжали смотреть Кейгуриск. Все? Спасибо, пацаны. Спасибо, давайте. Кейгуриск, подожди. Что? Название передачи, как правильно название? А, ты вообще нас перепутал с кем-то? Нет, наверное. Нет, название давай скажем. Мы заставили его смеяться. Вот чудо. Опа! Ребята, привет, а можно чуть-чуть пообщаться? Да, суди, как дела? Как у вас настроение? Хорошо. Новогоднее настроение ощущается? Да. Как будете праздновать Новый Год? Оливия. Поели? А потом что-то надо попить. Что будете пить? Шампанское. А после шампанского? Танцевать. А песенка, есть какая-то песенка новогодняя? Я могу даже вместе с вами спеть какую-нибудь песню. Забыл. С Новым Годом. Счастья и здоровья. Счастья и здоровья. С Новым Годом. С Новым Годом. Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. И желаем счастья в Новый. Новым Годом. Пять секунд, давай мы сейчас чуть-чуть пообщаемся. Мари, у нас даже два микрофона. У нас все время. Я в свой буду говорить. Давай реально в свой будешь отвечать. Это же будет очень круто. А как называется ваш творческий дуэт? Мам, пап, привет. Кёниг-стрит-бэнд. У вас разные, да, названия? Нет. А ты вопрос просто не услышал? Я нам просто поздоровался, да? А концерты какие-то у вас? Как вот вообще вас? Вот так прям на улице вы или где-то еще какие-то? Мы очень хотим выступить в московском клубе стадион Олимпия Писькин. Олимпия Писькин, да. Да, очень. И быть с продюсированными Филиппом Киркоровым. Ну, так по Олимпии Писькам он вообще мастер. Конечно, конечно, однозначно. Он самый классный. Я не касался, пись и козла. Ты споешь какую-нибудь песню и где-нибудь ставишь слово, название нашего проекта ОК Гуриевска. Куда-нибудь просто. ОК Гуриевска. Субтитры сделал DimaTorzok У нас будет очень короткое интервью. У нас есть время, пока не включится зеленый цвет светофора. Поэтому надо максимально продуктивно сделать интервью, как много времени я уже потратил. Как будете праздновать Новый год? Быстрее, что-нибудь. Кушать оливье и пить шум. Да, что хочешь получить на Новый год в качестве подарка? Ничего, мне все устраивает, меня ничего не... Все, времени нет, попрощайся просто. Всего доброго. Все, идем, извините, ребята. На улице стало темнее, стало холоднее, поэтому мы зашли, конечно же, в торговый центр. Здесь тепло, здесь очень много людей. Хотели сперва снять это начало вот там на троне, но мы пока еще не заслужили его, к сожалению, потому что у нас вот столько просмотров. Все, поехали. Честно, пришли сегодня подарки уже покупать. Да не, мы не с этого города вообще, ребят. О, а с какого города? С Москвы. Будете в Новый год здесь праздновать? Не понравилось, к сожалению. Не понравился, да, город? Ну, есть приятные моменты, есть... Ну, вот понятно, что в таком возрасте, наверное, не верите в Деда Мороза, да? Или чуть-чуть все равно есть какая-то магия, чудо есть какое-нибудь? Есть, конечно, да. Да. Вот что хотели бы получить на Новый год? Квартиру в центре Калининграда. Вы можете просто в Москве продать квартиру и здесь купить хоть четыре, хоть десять квартир в центре Калининграда, мне кажется. Нет. И так не пойдет. Так не пойдет. Год подходит к концу. Что вообще вот запомнилось, самое главное? Что произошло в вашей жизни вот за этот год? Ровный, ровный год. Ровный, вообще ни о чем, да? Ничего особенного. Все, 19-й должен быть со сплеска начать. Ну, мы надеемся, да. Сразу, хоп, продаете квартиру в Москве. Нет. Уже потом покупаете квартиру в центре Калининграда. Нет. И вспоминаете год 2012 как самая худшая в вашей жизни. Буквально пару вопросов. Нет, не общительные. Да общительные же, видно, что общительные прям. Выкладывать быстро с них. Нет, нет, мы не будем выкладывать. А вы смотрите, да, смотрели нас? Да, я тебя узнал. Блин, видишь, в минус нам играет то, что нас узнают. Пожалуйста, не узнавайте нас. Новый год чувствуете? Да, конечно, чувствуете. Как понять, что вот Новый год приходит? Помимо того, что елка стоит. Ну, надо подарки покупать всем. Много подарков надо покупать? Ну, да, сильно большая, надо много. Поэтому ты, мне кажется, уже неделю здесь ходишь, бедный. Ты приходил сюда побритый, да? Да, я еще был. Вот скоро седина, я боюсь, уже появится. Итак, дорогие друзья, у меня есть выбор. Два человека, с которыми можно прямо сейчас пообщаться. С КВБ. Все, вот выбор отсеялся. Прямо сейчас мы чуть пообщаемся. Здравствуйте. А можно немножко с вами пообщаться? Мы снимаем новогодний выпуск про Новый год вообще, что-нибудь поговорить. Вообще, как... Нет? Хотя бы пару вопросов. Как Новый год собираетесь праздновать? Ничего такого, да? Нет, спасибо. Все. Все, сидите, отдыхаете, да, греетесь, потом на улицу пойдете. Мы только что заметили, успели посидеть на троне. Успели? Почувствовали себя королевами. А как же? Да? Как всегда. Извечная такая вот проблема, как праздновать Новый год? Один Новый год отметили в Таллине, сейчас еду в Питер. Ничего себе, королева прям. А как же? В Калининграде вообще не нравится вообще? Почему? Нашу милую маленькую область просто любим. Мы прошли пешком от Зеленоградска до Балтийска, от косы до косы. Да. Как вы думаете, ваши ноги вас любят за это? А, очень. Они так много ходят? Очень. Ноги? Да мы про них не думаем. Вы столько ходите. Да. Может быть уже накопить на машину и на машине легче будет? Да ни за что. Ни в коем случае, теряется ощущение. То есть в Питер вы пойдете пешком? Ходить пешком, конечно. То есть вот сейчас как раз вы сейчас выдвигаетесь потихонечку, да? До Нового года успеем? У нас по плану пройти то же расстояние второй раз. Да. Который мы прошли зимой в минус 18 градусов, когда лебеди мерзли. А потом опять же, вот когда лучше почувствуешь торт? Когда его видишь по телевизору или когда ешь сам? Когда ешь его по телевизору. По телевизору когда ешь? Да. Нет. Где самое красивое место в Калининградской области? Вот где бы посоветовали бы, вот человек вот приехал в Калининградскую область, где ему встретить Новый год? Дома. Все. Дома с семьей. Все, если приезжает, то можно домой к вам, да? Приехать. Да. Парни, привет. Можно немножечко вам вопросов задать? Окей, гурим. Есть, наконец-то. Гуляем второй день. Гуляйте второй день. Тогда это вообще не гуляли весь год, да? Да. В армии служили. Серьезно? Серьезно. Нет, честно. Серьезно? Я только пришел в понедельник. Давай. Самый главный вопрос, который тебе будут задавать, наверное, миллион раз научила тебя чему-то армия. Да. Да? Серьезно. Чему она тянула? На самом деле, чему она меня научила? Мне кажется, что вот за время в армии ты разучился носить шапку, допустим. Нет, шапку я наношу либо кепку, либо шапку. Ну, ты в любом случае Новый год там встречал в армии? Да. Вот что такое встречать Новый год в армии? Фигово. Фигово? Честно. Давай по атрибутам. Ёлка была? Была. Дед Мороз был даже. Дед Мороз был? Мояный. Серьезно, прям в армейской форме или в красненькой? Нет, он был в красненькой форме, но поздравления, конечно, были военные, желал он нам дальнейшей хорошей службы и так далее и тому подобное. После этого мы просто съели 7 килограмм сладости, потому что в армии этого вообще не хватает, и часов в 12 ночи мы легли спать. Это был самый веселый Новый год в твоей жизни? Это был самый невеселый мой Новый год. Есть у вас девушки вообще? Я один. У меня нет. Дождалась? Нет. Потому что не было? Нет, она была, мы расстались на 2 месяцев в моей службе. Я сказал то, что я хочу взрослой жизни, она не захотела, поэтому... Ты сказал, что у тебя с армией все серьезно? Извини, дорогая. Я сказал то, что я пойду в Сирию, и она перестала быть моей девушкой. То есть, если вдруг тебе не нравится девушка, надо достаточно сказать, что ты идешь в Сирию, и она сразу откатит. Найдите нам девчонок. Да? Да. ТЦ Европа. А, я думаю, это же не прямой эфир. Второй этаж. Второй этаж. Прямой эфир, для тебя будет прямой. 32-я лавочка. Вы же здесь долго будете сидеть? Как раз пока выпуск выйдет, вы еще здесь будете сидеть. Сколько? Месяц, да, придется? Ну, поменьше. Смотрите проект наш, да? Конечно, смотрим. С первого выпуска смотрите? Я не с первого. С второго. Он мне показал, да. Я согласен, первый тоже был. С днемный вообще. Как планируете праздновать Новый год? Соберемся, в Гуревске посидим, отдохнем, на каток сходим. В Гуревске сами? Работаем, ну я работаю барменом. Тема новогодняя, на столах у всех будет алкоголь. Какой коктейль посоветуй, чтобы не болела голова на утром? Лонг Кайланд. Текила, водка. Алкоголь туда идет, кола, трипл сек, лимон. Гури Скайланд можно назвать. Гури Скайланд. Лучше, лучше. Да, думаешь, так лучше будет? Ну, думаю, зайдет побольше. Все, пацаны, фоткаемся, да? Да. Мы будем снимать, как мы фоткаемся. Все, сделаете репост этого выпуска? Все, спасибо. Конечно. Если вы не сделаете репост, мы вырежем вас. Еще в истории выводим. Хотя как это, да? Так не получится уже. Слушай, ну ты на стиле прям. Куда передача? Окей, Гури Скайланд. Юмористическая передача. Окей, Гури Скайланд. Да. Ты слышал? Не смотрели ни разу, да? Нет. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Мы только растем. Как вообще вот на Новый год быть стильным? Как считаешь? Ну как? Ну так, нормально. Как все. Тут очень много стильных людей ходят. Ну ты же самый стильный здесь, по-моему. Ну я. Ну так чуть-чуть. Я только с Китая приехал. Семь месяцев работал в театре, танцевал. Вот приехал я. И это все с Китая, поэтому... Нет, гадь, ты вот прям так танцевал? Нет, в костюме. А какой танец хотя бы? Какие это? Что за стиль? Папинг. А что, там не покатило, да? Или как? Нет, почему? Я отработал, контракт. Сейчас домой, потом опять туда. Мощный. И потом куда поедешь? Куда поедешь? В Гури Ск поеду. В Гури Ск поедешь? Да, открою свою школу там. Честно, в Китае понравилось? Честно, да. Люди добрые. Много, но люди добрые. Да? Добрее, чем здесь. Выучил чуть-чуть язык хотя бы что-то там? Нихао. Ну, это я знаю. Могу сказать матом. А давай никто с вами не поймет. По-китайски. Шаби. Соньямор. Если нас смотрят китайцы, не обижайтесь. Это не про вас. Вот ты говоришь добрые просто китайцы. Как это проявлялось? У них на лице написано. Иду. Йоу. Китайцы стильнее или русские? Китайцы стильнее. Стильнее. У них вся молодежь, прям вообще все ходят с покрашенными волосами, там розовый, бирюзовый, ездят на электробайках. И вот прям вот. Интрига. Сейчас интрига. Пожалуйста, можно сейчас очень медленно снять шапку? Очень медленно. Вот по-любому что-то сейчас будет. Какая-то там, какой-то цвет. Нет, не хватило чуть-чуть, чуть-чуть. Тебе надо было еще месяцок, месяцок так там бы быть. Короткий элемент из того, что ты танцевал. Давай-ка, давай чуть-чуть. Да ладно, да ладно. Все, все, спасибо, спасибо, бро. Парочку вопросов вам задать чуть-чуть. На камеру что ли? Просто про Новый год, новогодний выпуск у нас. Не, не, ну не ко мне. Один вопрос, как будете праздновать Новый год? Да я вообще не праздную. Не праздную Новый год, не праздную. Почему? Мне неинтересно пить бросил, а тупо, когда не пьешь, ну и все. Все, все. Никак, это хостерова называется. Окей, Гуревск. Гуревск. Окей, Гуревск. Окей, Гуревск, хорошо. Все. Тебе только это, тебе действительно это было интересно? Да, просто. Давай, чтобы не попадало интерьер, покажи просто свой наушник. Все. Клевый? Да. Что делаешь, ходишь? Да, хожу с друзьями, музыку слушаю. А где друзья? Вот мой друг. У тебя тоже наушник, да? Купили одну пару и по одному носите наушники? Нет, это мои, просто слушаем. Его наушники? Просто идем и слушаем, да. Как в прошлом году отпраздновали Новый год? С родителями как бы. Это же очень весело, да? Да. Да? В принципе, да. Что они подарили вам в прошлом году? Телефон подарили и еще книжки, все такое. Читать. Чем пользуешься, честно? Книжками или телефоном? Телефоном. А книжками когда будешь пользоваться? Да, что пользуешься? Зачем они вообще дарят книжки, да? Зачем дарят? Вообще не понимаю. Родители, не дарите книжки детям, да? Нелогично. Можно в интернете читать книжки, а деньги тратить на хлам, который стоит в библиотеке. Йоу, йоу, бро. Гриша, 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 подожди, Гриша, подожди, Гриша, подожди, Гриша, чуть-чуть, Гриша. Мы тебя искали, Гриша, мы тебя… Нет, не, не, ты не должен, не говори ничего, ты не… Ладно, ладно. Ты просто должен, ты прям, ты просто должен улыбаться. С чем связан? Ну, просто объясни. Вообще ты, Гриш, с чем связан, Гриш? С весельем, с весельем. С весельем? Серьезно? Дарить счастье и добро людям. Развесели нас, пожалуйста. У нас смешной выпуск получился. Не, у нас не такая передача, Гриш. Не, это тоже не такая передача. Сколько человек тебе улыбнулось в среднем? Очень, очень много. Это взаимовыручка называется. То есть человек улыбаешь, и он тебе в ответ. Это приятно на самом деле. А знаешь, почему, мне кажется, многие люди избегают тебя? Потому что они по-любому думают, что у тебя в руках флайеры. По-любому думают. Честно, они думают, ну, что угодно. По-любому из детского магазина ходят, сейчас флайеры раздают. Типа, приходите в наш магазин. Не, 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 без этого, без этого. Точно. Что, one love, one love. One love, алёна. Спасибо тебе большое. Гриш, мы тебя ждали. Гриш, зачем ты так сделал? Гриш, еще раз сделай так. Не, вот так. Гриш, ты у меня высосал энергию, Гриш. Как мне теперь? Верни, пожалуйста, верни чуть-чуть. Оп, все, давай, Гриш, все. Не, 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 ты энергию у меня заберешь. Все, Гриш, петуль у тебя, one love. Давай всем подписчикам, one love. One love. От Гриши. Всех с наступающим Новым годом. Все. Если вы грустный, Гриша вас найдет. Ррр. Рр. Привет. А можно один вопрос задать? Что это в руках? Прям очень крутое что-то. Это Мишка. Кого ты ждешь? Из Рос. Да я продаю их. Серьезно продаешь? Да, я очень жду. Нет, давай, типа, ты, ты ждешь кого-то. Я жду кого-то, да. Давай, кого же, девушку? Да, девушка же. Сделал оригинальный подарок. Конечно. Сам своими руками сделал. Конечно, старался, сам клеил. Вообще просто это. Ну вот этого Мишка, ты сколько лет делал? Лет? Да. Не лет. Нет. Здравствуйте. Что это такое? Это, короче, они что-то решили подойти ко мне, что-то поснимать. А вы, вы не знакомы? Мы нет. Нет, нет, нет. Подожди, ты сказал, что ты девушку ждешь. Ну, это... И это подарок был для нее. Ты нас обманывал? Мы же поверили почти. А может быть он ждал не девушку? Новогодний выпуск у нас. У вас прям новогоднее настроение. Конечно. Вы узнали нас, да? Узнали, смотрите. Ну, конечно, как вас не узнать? Обязательно подписаны. А как готовитесь к Новому году? Создаем праздничное настроение, атмосферу. Обязательно елочка. Уже дома стоит елка. Огоньки. Пока не стоит, пока лежит. Когда у тебя маленькие дети, елка ставится 31-го вечером и первого с утра разбирается. Потому что маленькие дети не понимают, что это за праздник, что это за хрень появилась. Они представляют такая красота, да. Они постоянно почему-то ее разряжают, вечно ее валят, пытаются оторвать. А может легче просто распечатать такую картонную елку просто и поставить? Слушайте, это идея. Идея? На следующий год так вот сделаем, да? А дети прям очень маленькие дети? 6,1. Что нужно подарить годовалому ребенку? Он вообще даже ничего не понимает. Годовалому ребенку на самом деле можно хотя бы даже сковородку новую подарить, он уже будет рад. Вы такая уставшая прям, он чувствуется, вы прям очень сильно устали. А вы говорите, мы сегодня прям с утра бегаем, бегаем, тут по Европе бегаем, по площади бегаем, сейчас опять на площадь вернемся. Почему? Просто бегаете спорт, типа ЗОЖ? Ну дети, дети, это же постоянные. А где сейчас дети? Почему сейчас без детей? Они там с папой на елочке. Сейчас папа такой грустный, мне кажется. Просто вы убежали от него, да? Есть что-то еще сказать? Можете поздравить всех с Новым Годом? Да, конечно, мы поздравим всех с Новым Годом. Но мы это скорее всего уберем, потому что это будет не весело. Ну, можете поздравить. Ну, как это не весело? Тогда весело поздравить. Так, весь Гури с Новым Годом обязательно, чтобы 2019 год хрюшки не подложил нам свинью. Вам удачи. Самое крутое шоу, смотрите все. Пока. Все, спасибо. Спасибо. Даже не узнали, что в пакете у человека. Ну ладно, меня просто этот вопрос только интересовал. Как вообще? Новый год давно ждали? Вообще ждете этот праздник? Нет, не чувствовалось. Вообще настроения не было, пока не пришла в Европу. Вас увидела вообще золоба. А вы нас знаете? Смотрели нас? Видела. Может быть, после этого выпуска вообще не будете нас смотреть? Такие, типа, еще и меня сняли. Что же вы делаете? Что же вы топите с меня и свой проект? Дети взрослые уже, да? То есть они уже понимают в подарках, что им надо, что не надо. Конечно, 5 и 11. Они письма Деду Морозу пишут. Если не секрет, что пишут вообще? Техника опять? Какой-нибудь айфон, что ли? Не, игрушки просят еще. Дед Мороз вообще не все может исполнять. А Дед Мороз сейчас где-то рядом с нами, да, наверное, находится? Да, вполне напротив. Догадываются дети, да, что Дед Мороз это уже как-то? Старшие догадываются. Приходят в костюме прям, да, в костюме Деда Мороза папа? Когда приходят, а когда забирается в окно ночью, да, под елку ложит, да, представляет. По-любому стараются поменять голос, и это выглядит очень стрёмно, да, по-любому? Да, типа, о-хо-хо, бывает такое? Или прям своим голосом? Ну да. А когда произошел момент, как вот спалился он? Вообще старший узнал от друзей, что Деда Мороза не существует. Вы отгородили от этой компании его? Потому что они так будут разрушать его мечты с каждым годом. Ну мы потом уехали в другой город, ну сюда, в Калининград. Что Дед Мороз вам подарит? Мне что Дед Мороз подарит? Да, что Дед Мороз. Шубу? Нет, шубу я не хочу, как бы это не звучало. Вот телефон новый хочу. Все, Дедушка Мороз, как зовут Дедушку Мороза? Иван. Иван, Дедушка Иван, пожалуйста, подарите хороший телефон, или можно просто переехать в другой город. Нет, другой город не надо. Верим в тебя, верим, верим в Дедушку Мороза? Верим. Подождите, не секундочку, просто, скажите, вы же нас смотрите. Да, конечно. Во-первых, мне очень приятно, потому что нас смотрят взрослые люди, очень умные. Новый год, как собираетесь вообще праздновать Новый год? Ну в первую очередь в кругу семьи, поздравить родных, близких, коллег, друзей, ну и не сидеть дома, площадь зовет, тем более в этом году мэр не запрещает. Сразу видно, что вы смотрите нашу передачу, вы специально отняли у меня микрофон, что я вам не задавал никаких вопросов, да? Ну, скорее всего. Пацаны, здорово. Давай, сфоткаемся обязательно, давайте пообщаемся сперва. Тоже смотрите нас? Ну так, иногда. Все, на самом деле мы просто всем заплатили денег и все говорят, что нас смотрят. Новый год чувствуется, ощущается вообще. Ну так, ну как бы сейчас сессия идет. У меня практика явления сессии. Я работаю. Где работаешь? На О-молоко. Что делаешь? Вентиля кручу. Прям вот? Прям вот так. Ты единственный там это делаешь? Типа они прикалываются над тобой, типа? Типа двое-двое. Кручу вентиль, регулирую подачу жидкого мягкого. Сколько часов? Двадцать четыре. Как ты вообще, ты с психикой как-то сидишь просто и кручишь, да? А потом не ходишь на улицу, там не перекручиваешь кому-то голову, не станешь таким человеком? То есть тебе нравится, да? Вопрос прям меня дико интересует. Почему так модно носить шапку сейчас? Вот так? Почему ты так носишь шапку? Не знаю. Почему? Ну она сейчас холодная. Так нет, ушам не холодно. Ну главное, что... Ушам не холодно, так шапка не закрывает уши. Так главное, чтобы голова в тепле была. Ты говоришь, уши не мерзнут. Так не мерзнут. А как они не мерзнут? Ну обычно тепло же на улице. Почему? Так надо шапку носить? Ну нет. Я заметил, у тебя какая-то штука, покажи, что это надо. Шеверовка. Что это значит? Верю в тайное правительство, ну в иллюминатов типа. Которая руководит... Где-то люди, где-то сидят, где-то, кажется, под землей. В поле, да. В пункере сидят и крутят вентиль, да? Да, да, да. Все. Все, пацаны, с наступающим вас. Давай, давай, бро, давай, давай. Все, давай, спасибо. Что можешь сказать про Новый год? Ждешь этот праздник? Да, жду этот праздник, да. Здесь прям сидишь и ждешь его, да? Да, прям сейчас здесь сижу и жду его. Слушай, а как вообще планируешь отмечать? Вообще есть какие-то планы у тебя? Я именно к косу едем. Будешь там куролесить, куражить прям? Да, да. Или ты тоже будешь сидеть за Новым? Нет, я буду там именно сидеть и куролесить. Ты прав, да. На самом деле ты красавчик, потому что, знаешь, люди заходят в Европу и просто садятся на скамейку и ничего не делают. Просто занимают тупо место. Да, я с тобой согласен. А тебе подходишь и такой, ну, понимаешь, человек занимается. Да, человек сейчас занят. Специально видно, что я занимаюсь именно игрой. Что за игра? Вообще, что сейчас модно у молодежи вообще играть-то? Это МТГ, бета. Да, что тут объяснять-то? У нас есть земли, ты выкладываешь от земли твои ресурсы. Ага. В зависимости от твоих ресурсов ты можешь либо разобрать какое-то заклинание, либо использовать, выложить на стол какого-то МАБАКа, который ты можешь атаковать, блокировать и так далее. Да, что тут объяснять? Принято ставить какие-то планы на Новый год. Давайте поставим план, ты должен в следующем году представлять Калининградскую область по этой игре в мировом чемпионате. Мне интереснее в следующем году поднять свой уровень знания языков программирования. Написать свою игру, в которой ты будешь богом. Лучше не так, лучше написать свою программу, которую у меня купят все. А вот наша программа, как думаешь, такая так себе, да? Ну, а мне сложно сказать, что это за программа? Программа ОК Гуревск. ОК Гуревск? Да, на Ютубе. На Ютубе интересно. Надо будет глянуть как-нибудь. Главное, чтобы это никак не отвлекало тебя от работы, потому что ты не успеешь в следующем году написать свою программу. Я успею. Наш будущий чемпион в программе, которую он сам напишет. Все. Верим в Калининградскую область. Ну вот и подошел к концу новогодний выпуск. Но так как это Новый год, мы не можем обойтись без подарков. И прямо сейчас мы хотим выступить в роли Деда Мороза. Подарок будет очень классный. Это будет двухместный номер в отеле в центре города Калининграда. Можно будет до конца января приехать, отдохнуть в любой день. Задание будет очень простое. Так как мы выступаем в роли Деда Мороза, вам нужно написать какое-нибудь оригинальное, смешное, забавное письмо в наш адрес. С пожеланием, в стихах, как угодно. Главное, чтобы оно начиналось вместо уважаемый Дед Мороз, уважаемый Окей Гуревск. Запятая и что угодно пишите. Все. Вот сейчас пример, прямо сейчас здесь появился на вашем экране. Как мы хотим, чтобы строилось любое сообщение. Пишите где угодно. В Ютубе, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме. Мы все прочитаем. И самый оригинальный комментарий получит этот приз. Все. Всех с наступающим Новым Годом. Это проект Окей Гуревск. Пока.